Друзья, я вас рада приветствовать на своем канале Животный Лайф, где я рассказываю о жизни различных животных. Ну а также буду рада вам на своем втором канале Люди Лайф, где я рассказываю о жизни известных людей и не очень. Ну а это видео о животном птице Аляпка. Маленькая изящная птичка Аляпка поражает своим противостоянием водной стихии. Она запросто ныряет в ледяную воду. При 25-40 градусах ловко бегает по дну, выискивая корм. Выскочив на сушу, начинает насвистывать мелодичную песню, хотя погода совсем не весенняя. Личного водолаза Аляпку мало кто видел. Не любит она присутствие человека. Да и друг от друга птица селится на определенном расстоянии. Но увидев хоть раз эту удивительную птичку, уже не спутаешь ее с другой. Про Аляпку сложено много красивых легенд. Северные народы вешают крылышко маленькой птички над кроватью детей. Они верят, что этот талисман наградит малышей выносливостью. Они не будут бояться холода, воды и станут отличными рыбаками. Аляпка относится к отряду воробьиных, к семейству крапивниковых. В простонародье ее называют водяной воробей или водяной дрозд. Птичка чуть меньше дрозда, с куцым хвостиком, темно-борым оперением, с белоснежной манишкой. Молодые птицы серого цвета на перех преобладают темный чешуйчатый рисунок. Ареал обитания обширен. Это Европа, Африка, гора Атлас, Карпаты, Кавказ, Урал, Кольский полуостров, Карелия, Южная Сибирь. Несмотря на сильные морозы, заселены птичкой, водолазом. А Дальний Восток облюбовала бурая аляпка. Она больше обыкновенной аляпки, вся бурая, шерсть и грудь не имеют белой манишки. Отряд воробьиных очень обширен и многочисленный. Но только одна аляпка не боится водной стихии и запросто ныряет в мелкие речки и ручьи. И не только ныряет, но свободно бегает по дну, задерживая дыхание почти на минуту. За это время она способна пробежать 10-20 метров по дну реки с ледяной водой. Погружается на метр вглубь, а иногда и больше. Такое поведение для нее нормально. Она умела противостоять течению, выбирая правильное положение. Складывается впечатление, что аляпка под водой танцует. Зажигательный испанский танец. Про нее писал Виталий Бианке. Аляпка – это сумасшедшая птица. Так быстро и резко движется аляпка под водой в поисках пищи. А выскочив на сушу, совсем не боится мороза и стужи. Как ни в чем не бывало, она начинает отряхиваться, прыгать и напевать свою мелодичную песенку. На дне реки она выскивает личинки, стрекоз, речных жучков, мертвых насекомых, упавших в воду. Ныряет в воробья-ляпка под воду в основном зимой, а летом реже. Это объясняется просто. Летом корма много, можно и на берегу найти разнообразный корм. А вот зимой дело обстоит иначе. Корма под слоем снега нет. Вот и ныряет птичка в ледяную воду, ища себе пропитание. Несмотря на широкий круг обитания, а ляпку не так просто увидеть. Она предпочитает селиться подальше от человека. Но если поймет, что человек не причинит ей никакого вреда, перестает бояться, смело селится рядом. Окраска птицы хорошо маскирует ее в летний день. Особая рунь тут отводится белому пятну на горле и груди. Можно подумать, что лучи теплого солнышка прыгают с места на место, глядя на фото. А ляпка кажется солнечным зайчиком, прыгающим по воде. Между собой птица селится также на большом расстоянии. Своё место обитание ляпка тщательно охраняет. Заметевшего случайно на чужую территорию сородичья самец яростно прогоняет. Периодически делает облёт своих владений. Такая конкуренция в первую очередь связана с непростой добычей корма. А ляпка отдает предпочтение быстрым рекам. Возле слабо текущей и стоячей воды не селится. А нырять в такой воде она вообще не умеет. Летом ляпка добывает пищу на берегу реки. Она редко ныряет, перепрыгивает с камня на камень, ищет мелких жучков, личинок, вещных рачков, не близгует мёртвыми насекомыми, которые попадают в воду. Поскольку пища предостаточно, она не использует свои необычайные способности водолаза. Но когда приходит зима, корма становится очень мало. Вот и начинает ляпка использовать свои удивительные качества ныряльщика. Ведь на дне можно найти личинных жучков и рачков, спрятавшихся под камнями на дне реки. Так и выживает ляпка зимой. Нырнула, побегала по дну, что-то нашла, выскочила на берег, съела. То, что нашла, немного посвистела, отдохнула и опять нырнула в воду. Брачный период начинается очень рано, уже в марте, когда перелётные птицы начинают возвращаться. Можно услышать красивую мелодичную песню о ляпке. Это время выбора пары. Время свадебных игр пара занимает место своего обитания. Обычно это 2-3 километра от другой пары. Как правило, место располагается возле воды. Это главное условие обитания ляпок. Постройкой гнезда занимается и самка, и самец. Обычно округлой формы, диаметром 20 см, а сбоку оставляется широкий литок, диаметром 9 см. Стены толстые, поперечники, гнездо достигает 40 см. Это не маленькое гнездо. К примеру, у скворца диаметр литка составляет всего 5 см. Материалом служат длинные сухие листья, ивы, мох, травинки. Гнездо всегда тщательно спрятано на любые места, где располагается гнездо, это отвлечено в скалах, которые нависают над водой. Нравится ляпкам размытые корны деревьев, которые находятся прямо у воды. Очень часто гнездо скрыто от людей и хищникам небольшим водопадом. Обычно это уступ скалы, свисающий над гнездом. Уже в начале апреля ляпка откладывает 4-5 яйца. Яйца крупные, белого цвета, это редкость в отряде воробьиных. Насиживание продолжается 18-21 день. На яйцах сидит только самка. Самец развлекает свою подругу веселыми песнями, но при этом не забывает ее покормить. А вот выкармливают птенцов вдвоем. 20-25 дней отводятся для выкармливания птенцов. Залито выводок бывает один, очень редко два. А молодые оляпки, не умеющие летать, держатся дружной стайкой возле родителей. Родители учат летать, добывать пищу. Как только молодняк встал на крыло, старики прогоняют их со своего места обитания. Гнездица молодняк начинает уже на первом году жизни. Главное найти подходящее для жизни место возле воды. И все начинается заново. Все пойдет по кругу. Живут оляпки недолго, всего 5-6 лет. Самый большой срок жизни этих удивительных птиц 7 лет. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал.